Итак, мы продолжаем. Здесь мы поговорим про настройки программы, про активы и про функции навигатора по коду. Давайте начнем с навигатора по коду, тем более, что он у нас прямо перед глазами. Я думаю, вы уже обратили внимание, что когда вы встаете в какой-то элемент и курсор мыши не двигается 2 секунды, то появляется вот такой значок, который называется навигатор по коду. Если по нему щелкнуть, то Dreamweaver покажет вам все элементы, которые относятся к выделенному участку. То есть, в данном случае это абзац, который находится внутри блока в раппер, который, в свою очередь, находится внутри тега body. И здесь сразу он выводит все свойства, которые относятся к этим элементам. То есть, вот какие правила у нас относятся к абзацу, вот какие у нас правила прописаны для тега в раппер и для body. То есть, это очень удобная функция, по сути, когда вы видите, что какой-то элемент, допустим, вам не нравится, как расположен, какие там у него параметры. Вы просто щелкаете в него, можно даже не ждать 2 секунды, можно нажать клавишу Alt и щелкнуть, и у вас он автоматически выйдет, вот этот навигатор по коду, и вы можете быстро оценить, какие правила применены к тому или иному элементу. Если же, допустим, вас, наоборот, это напрягает, постоянное появление вот этого значка, то вы можете его очень легко отключить. Опять же, просто щелкаете по нему и вот здесь ставите галочку «Отключить индикатор». Он больше появляться не будет. Следующий момент, о котором хотел поговорить в данном уроке, это вкладка «Активы». Если вот здесь, где файлы, переключитесь на «Активы», то увидите такую картину. Что такое «Активы»? Это все ресурсы, которые использованы на той странице, которая в данный момент у вас активна. Ресурсы – это изображения, ссылки, цвета, которые были задействованы. Вы вот здесь можете между ними переключаться, видеть все картинки, которые задействованы, все цвета, все ссылки, которые использованы на странице, все флеш-элементы, но вот у меня их нет, шоквей-элементы, видеоролики, все сценарии. Вот в нашем случае это я в jQuery подключен. Шаблонов нет, библиотеки у нас, в библиотеке тоже ничего нет. То есть это больше актуальная функция для больших проектов, когда у вас огромный сайт какой-то и, допустим, сложно вот по дереву искать вам там, все javascript, которые там могут быть разбросаны по папкам, по разной глубины, и вам намного проще просто перейти в активы, показать все javascript и быстро выбрать тот, который вам нужен. То есть он со всего сайта вам их здесь покажет. То же самое с картинками. Они могут быть в крупных проектах разбросаны по многочисленным папкам, а здесь вы их сможете намного быстрее найти. Плюс ко всему в этом уроке я хотел также поговорить про важные настройки. В настройки можно зайти через пункт «Правка настройки». Здесь сейчас все настройки как бы на русском языке, поэтому, как и раньше, я не буду проходить по каждому пункту и объяснять, что это такое. Я лишь пройдусь по наиболее интересным, которые я сам меняю, и которые могут пригодиться и вам. Первый момент такой – это подсказки по коду. Здесь обратите внимание, есть такой пункт «Закрыть теги». Если вы обратили внимание, то могли увидеть, что Dreamweaver автоматически закрывает теги, когда мы начинаем вводить вот эту закрывающую конструкцию скобкой и слэш. Но это не всегда удобно. Бывает иногда удобнее, когда он закрывает уже сразу после закрытия основного тега. Если я сейчас оставлю вот таким образом и в коде начну набирать, например, тег абзаца, вот я ввел тег P, закрываю его открывающий как бы тег, и он мне автоматически ставит закрывающий. Вот мне так удобнее. Изначально он делает закрытие только после ввода вот этой конструкции. Когда вы уже начали закрывать сами, он просто сам его дозакроет. Поэтому смотрите, как вам удобнее. Или вот при уже начальном добавлении он сразу будет закрывать его, либо только при появлении закрывающего слэша. Так, возвращаясь в настройки. Следующее, о чем хотел здесь поговорить, это пункт «Браузеры». Он находится вот «Просмотр в браузере». Здесь вы можете добавить все свои браузеры, в которых вы хотите оценивать внешний вид той страницы, над которой работаете. И любой из этих браузеров вы можете сделать основным. Основной это означает тот, который будет доступен по клавише F12. Можно даже как бы не заходя в эту иконку, которая отвечает за браузеры, просто нажимать будет F12, и у вас автоматически в нем будет показываться ваша страница. Так, далее. Создание документа. Здесь вы можете определить, в какой по умолчанию тип документа будет использоваться при его создании. Вот сейчас наиболее, мне кажется, актуальным на данный момент, когда я записываю данное видео, это март 2012-го, идет HTML4.01 все-таки, потому что XHTML уже как бы его прекращена разработка, когда HTML5 находится в такой стадии тестирования, еще не принят как стандарт. Но, возможно, когда вы уже будете смотреть данное видео, HTML5 будет принят как стандарт, и нужно будет использовать именно его. Поэтому смотрите здесь, для удобства, когда создаешь новый документ, вот эта вся верхняя шапка будет уже формироваться в соответствии с тем, какой стандарт вы здесь укажете. То же самое с кодировкой. Вот здесь изначально уже стоит UTF-8. Если вы видели мой курс шестилетней давности по данной программе, то там с этим были большие проблемы, и приходилось проделывать там так называемые танцы с бубном, чтобы все нормально работало. А сейчас просто ставим юникод UTF-8, и проблем с кодировкой никакой нет. Далее идем. Следующее, что я хотел здесь рассказать, это специальные возможности. Если вы обратили внимание, когда мы вставляем некоторые теги, в особенности элементы формы или картинки, то Dreamweaver нам сразу же предлагает ввести дополнительные атрибуты. Вот покажу, о чем идет речь. Допустим, сюда я хочу вставить какую-то картинку. Перетаскиваю, он мне, видите, сразу предлагает ввести атрибут для замещающего текста и описание входа в систему. То есть мне, допустим, вот это окошко не нравится, да? Я не хочу, чтобы мне Dreamweaver сразу предлагал это все дело вводить. Как от этого избавиться? То же самое, кстати, с элементами форм. Если вы помните, когда мы вставляем форму, он сразу предлагает заполнить кучу полей для вставки этого элемента. Вот чтобы он этого всего дела не спрашивал, можно в настройках функции специальной возможности это убрать, чтобы он мне предлагал добавлять вот эти атрибуты для объекта форм, для картинок, мультимедиа и рамок. Вот, допустим, уберу, и теперь я могу спокойно вставлять картинки уже и самому потом, если мне нужно, сюда вот замещающий текст прописывать, а не сразу, как он предлагает. Так, дальше идем в настройки. Это средства проверки. У нас следующий пункт. Когда мы проверяли функции валидации, вот эта функция, которая проверка документа в W3C, то у вас мог возникнуть вопрос, а по каким вообще параметрам он проверяет, да по какому стандарту. И вот это как раз задается на вот этой вкладке средства проверки W3C. И вы можете здесь установить, по какому режиму, соответствую какому стандарту должен проверять Dreamweaver ваш документ. И опять же, если вот придет время, когда HTML5 будет принят, можно будет поставить уже его. Если вы в нем будете разрабатывать свои страницы, то, соответственно, и проверку нужно будет ставить в этом стандарте. Ну, я, допустим, поставлю пока HTML4.01. Так. Далее идем. Это настройка типа файлов и редакторы. Здесь я вам вот что посоветую сделать. Обратите внимание, у меня здесь добавлены две программы. Это FS Viewer, который у меня в системе стоит как просмотрщик картинок по умолчанию, и Photoshop. Если вы, допустим, часто вам нужно редактировать какие-то картинки при создании сайта, то вы можете тоже добавить тот же Photoshop. И когда вот, например, я добавляю картинку, и мне нужно ее отредактировать, то вот здесь есть такой карандашик «Правка». Вот как раз-таки то, что вы там пропишите в этот редактор для файла формата JPEG, то такой редактор и будет открываться автоматически. Вот я, например, нажимаю, у меня сейчас открывается программа FS Viewer. Вот если бы я хотел, чтобы у меня Photoshop открывал сразу этот тип файлов, то я мог бы основным сделать Photoshop, сделать главным, и у меня в этом случае будет открывать на Photoshop вот эти файлы. Ну и так далее. Здесь много всяких разрешений. Для каждой программы можно установить… Для каждого, точнее, разрешения можно установить свою программу, которая будет открывать этот файл при нажатии вот этого карандашика. Так, по настройкам все. И, в принципе, все, что я хотел в этом уроке, как я так и сказал. На этом мы здесь закончим. А в следующем уроке уже подведем итоги, и я расскажу, как бы, такое завершающее слово о том, что вообще, как бы, под ремиверу, какие мысли у меня есть. На этом все. Увидимся в следующем видео.